Вопросы модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства обсудили на совещании под председательством премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что с помощью программы «Тариф в обмен на инвестиции» износ сети электро, тепло, водоснабжение и водоотведение по стране планируется снизить в среднем на 20%. Для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч километров инженерных сетей. В 2023 году произойдет поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Это позволит отремонтировать свыше 5 тысяч километров инженерных сетей и повысить зарплату работников сферы ЖКХ до конца 2023 года. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал, что для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государственной жилищной помощи. По итогам первого квартала 2023 года жилпомощь получили 17 тысяч семей на сумму, превышающую 372 миллиона тенге. Алихан Смейлов отметил, что учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу тариф в обмен на инвестиции, направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны. Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно. Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сети и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода. Премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры. До конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.